Уважаемые члены жюри, дорогие подаватели, дорогие наши учащиеся, мы долго думали, переживали и вот пришли к такому исключению, что в наших школах в наше время мало рассказывают про наших героев, героев нашей страны. Когда мы учились в молодые годы, нам рассказывали про различных героев войны, тыла, науки, искусства, культуры, и мы их знали, любили и стремились подражать. Я не буду рассказывать про своих, у меня было много героев на каждом этапе моей жизни, я стремился быть похожим на них. Я думаю, у всех так, наверное, было. А сейчас есть герои, но они какие-то больше виртуальные и больше иностранные, и часто непорядочные или неприлично, даже не хочется их называть. Поэтому хотелось бы, чтобы наши дети знали о наших героях. Мы предложили, в частности, и нашему отделу образования, и, конечно, у них наша епархия довольно большая, это Северо-Восток-Приморье. Такой конкурс и всем понравился. Уже идет не первый, а, скажем, идет региональный этап, так скажем, полуфиналы идут, а скоро будет финальная часть. Но на них уже все решается, а там будет в прогрессе, на День Героев Отечества будет, собственно, такая основная парадная, торжественная часть. Так вот, хотелось бы, чтобы наши дети, наше будущее поколение, наши любимые родные дети знали, то есть мы знали наших героев, нашу историю, потому что мы должны быть Иваными и Мариями, не знающими родства, не знающими наших предков. А героев у нас много. Мы решили не только воинов, хотя воинов у нас, наверное, если собрать всех воинов мира, то и русских воинов-героев будет гораздо больше вместе взяться, потому что самая славная, и, наверное, называется славяне, потому что самая славная нация, героическая, русские. Поэтому мы взяли не только воинов, героев тыла, мы взяли и героев науки, искусства, культуры, героев на всех фронтах духовной и мирной расстанной жизни. И, конечно же, мы взяли святых героев, тех наших русских святых, этих преподобных Сергий, Серафим, Александр Анецкий, Федор Шаков, они, помимо того, что герои и земли, но они еще достигли небес. Поэтому, я думаю, это будет всем интересно. Вы, как дети, учащиеся, не только, кстати, у детей у нас для взрослых конкурсов, но и у нас очень право по школам, этапы. Узнаете о них, о их жизни, вам многих понравится, вы хотите им подражать, потому что это многих будет открытие, для нас взрослых, открытие, узнавать о наших героях. А для детей это будет интересно. Потому что, когда дети читают сказки, у них раскрывается богатый мир. А тут реальная сказка, которая стала выявить. Поэтому я очень рад, что такой конкурс открылся. Я хоть его с группы наших сподвижников запустил, я сам уехал в Москву в командировку. Уже прошло несколько этапов, я только с самолета. Хочется, сейчас я в Москве доспал, я перестроился, но я думаю, не время спать, время двигаться, время собирать камни, не разбрасывать. И, слава Богу, замечательный праздник, и Божий предстоит на его добрый, чтобы было побольше победителей.